Советы для начинающих бизнесменов или как открыть свое дело Почти 4 года назад в Мариэл, впрочем, как и по всей России, успешно стартовала программа самозанятости. За это время только в Ешкарале при поддержке Центра занятости свое дело открыли более 400 человек. Новоиспеченные предприниматели, в свою очередь, создают новые рабочие места. По такой схеме они открываются в самых разных сферах. В швейном производстве, в торговле, в авторемонтных мастерских, в сфере оказания услуг населению. Подробнее о том, насколько эффективна подобная программа по снижению напряженности на рынке труда, в нашем материале. О таких, как Денис Кубашев, говорят. Вот он, предприниматель нового поколения. Сейчас уже сложно представить, что этот молодой бизнесмен когда-то сам сидел без работы. В 2011 году Денис принял участие в программе самозанятости. Получил от государства подъемные деньги – 58 880 рублей. Открыл в Ешкарале рекламно-полиграфическую кампанию. Спрос на продукцию большой. Поэтому для расширения деятельности появилась необходимость в создании дополнительных рабочих мест. Когда начал заниматься производством, мне приходилось встречаться с клиентом самому. Поэтому я был и три в одном – и дизайнер, и печатник, и менеджер по продажам. Это мне позволило получить базовые навыки во всех трех направлениях. В результате в настоящий момент происходит обучение и менеджеров, и дизайнеров. И отдел продажи у нас также обучается с нуля. Примечательно, что за помощью в поисках сотрудников Денис обратился именно в Центр занятости. Искал среди тех, кто состоит на учете в службе, числится безработным. Конечно, сотрудников он мог найти и в другом месте. Но дело в том, что предпринимателям, открывшим бизнес с помощью Центра занятости, на создание каждого дополнительного рабочего места вновь выделяются финансовые средства – почти 60 тысяч рублей. А это, безусловно, выгодно для развития небольшой компании. Снижается и напряженность на рынке труда. Таким образом, складывается настоящая карьерная цепочка. Бывший безработный становится предпринимателем, а затем и работодателем. Довольно часто новые рабочие места появляются в сфере оказания бытовых услуг. В 2010 году, например, небольшое ателье в рамках программы самозанятости открыл один ешкаролинец. Ирине и Читовкиной предложили в нем работу мастера по пошиву. Как только закупили новое оборудование, взяли еще одного умельца. Помимо пошива и ремонта одежды, клиентам стали предлагать чистку изделий из пуха и пера. Работа-то интересная. Особенно посмотреть, как там пух чистится. Когда открываешь аппарат, там столько грязи. Интересные вещи вытаскивали из подушек. Там постоянно гвозди, осколки, стекол. В этой компании, где занимаются поставкой маникюрных и парикмахерских принадлежностей, в свое время долго искали бухгалтера. Финансовые показатели фирмы улучшались, требовался специалист, который хорошо разбирается и в налогах, и в кадрах. Бухгалтера такого нашли. Причем также из числа безработных. В этом году мы будем защищать проект на расширение. И будем брать еще одного сотрудника, заточника. То есть мы планируем производить услуги по заточке профессионального маникюрного инструмента в нашей республике. Когда предприниматели действуют самостоятельно и ведут свой бизнес, это одно. А если предприниматель создает рабочие места, у него появляется не только необходимость вести свой бизнес, но и появляется у него социальная ответственность. Ответственность за других граждан, за тех, кого он принял на работу. Таким образом, с начала этого года Центр занятости населения Ишкаралы заключил 24 договора с теми, кто открыл собственное дело в рамках региональных программ еще в предыдущие три года. Подробнее об условиях этих программ по снижению напряженности на рынке труда всегда можно узнать в городском Центре занятости населения по адресу город Ишкарала, улица Кремлевская, 27А.